Добрый день, уважаемые коллеги! Мой доклад посвящен струнным процессам. Всем известно, что пентанит Вавилии считается одним из наиболее перспективных барьерных материалов в новом проектированном хранилище в Ежен-Французском массиве, в Краснодарском крае. На данном слайде предприняется схема контейнера для родительных отходов первого класса, в котором предусмотрен вокруг самого стального контейнера с остекловыми отходами. На данном слайде находится пентанитовый буфер, пентанитовый барьер. Попадание пентанитовых материалов и их долговременная безопасность, конечно же, рано или поздно в подземных условиях будет сопровождаться микробные процессы. Здесь на слайде переведены такие краткие тезисы, где микробные процессы могут развиваться. Это и на границе стальных контейнеров с пентанитом, и на границе пентанита с окружающей средой, с внешней сборной породой и так далее. Но в данном докладе я остановлюсь только на вопросах микробных процессов, которые могут сопровождать пентанитовые барьеры. Итак, глины, как известно, являются источниками органического существа, биогенных элементов, микроорганизмов. И при упадании влаги возможно протекание микробных процессов в глинистых барьерах. Для того, чтобы протекал микробный процесс, необходимо, помимо наличия капельной влаги, необходимо сочетание донора и акцептора электронов непосредственно, чтобы протекал окислительный устоительная реакция, дающая энергию для микроорганизмов. И тут на слайде приведен некий обзор доноров, стандартных доноров, акцепторов для различных микроорганизмов. И приведены элементы, которые являются биогенами, то есть дающими жизнь, стимулирующими развитие микрофлоры. Если посмотреть на минеральный состав пентанита, например, 10-го хутора в принципе, можно заметить, что в самом бетанике есть и калий, есть карбонаты, есть железо, органическое вещество, которое в принципе может являться важным компонентом, важным стимулятором для развития микробных процессов. В данной работе было выбрано 4 основные пентанита и ради сравнения мы использовали калийновую глину. Эксперименты проводились следующим образом, где были взяты глинистые минералы, помещены в проверке и проведена микробная стимуляция различными донорами электронов, среди которых был молекулярный водород и органическое вещество. Ну, стоит сказать, что почему молекулярный водород, потому что это, как известно, достаточно удобный и, можно сказать, один из самых таких древних источников жизни на нашей планете. И водород может быть продуктом радиолиза воды и появляться в хранилищах в результате процессов, протекающих внутри контейнера. Были взяты дополнительные эксперименты для проведения как сообщества, как сообщества, глины, и были изучены процессы обрастания глин микробными сообществами разных подземных вод. Оценка была проведена методами филогенетического разнообразия по секвенированию генов, по обрастанию дыхательной активности и рядом с других более сложных методов. Итак, на первом слайде в результатах проведены данные по дыхательной активности микробного сообщества именно бентонитовый глин до и после активации водородов и ацетатов. Синенькие столбики – это исходная микробиальная активность, то есть была взята глина и просто померена дыхательная активность самого сообщества. Видно, что в принципе по сравнению с данными после микробной стимуляции не такие высокие, но тем не менее все глины исходно взяты в работу, исходно давали первый сигнал, ну, калеколиновая глина там давала сигнал максимальный, если сравнить с другими. При этом стимуляция приводила к резкому увеличению микробиальной активности. Самые высокие значения были получены для питания динозаврового месторождения, ну, вот глины кач и фарманские питания также достаточно активно обрастали, ну, глины десятков утр, месторождение по сравнению с ними меньше давало активность микробной деятельности. А калиновая глина практически при добавке водорода достаточно слабо реагировала, ну, при добавке органического вещества реакция была сильнее. Ну, вот на данном слайде приведены фотографии, полученные с помощью конфоркальной микроскопии, с флуоресцентным мечением, с зеленым помечены полисахариды микробные, и красным помечены сами клетки. Видно, что на 20-е сутки, тут, например, здесь взят пример 10-10 кутера, на 20-е сутки достаточно активно развивается микробное обрастание этого материала. Вот, ну, чтобы так-то, для, можно сказать, красоты. Вот. Дальше приведены данные филогетического разнообразия микробов, которые получены стимулированием добавления только водорода. То есть, понятно, что водорода достаточно специфический тонер электронов для микроорганизмов, которые окружают людей, и, в общем-то, он больше характерен для таких микроорганизмов в глубинных местах питания, и поэтому мы специально взяли его, чтобы уже не провоцировать тут уже совсем такую человеческую микрофлору, который, безусловно, эти образцы глин после промышленной подготовки ее содержит. Значит, обнаружены микроорганизмы. Ну, то физиологические процессы, которые здесь приведены в рамочках, это вот на основании просто литературных данных. Значит, обнаружены в питании десятых кутер, обнаружены микроорганизмы, способные проводить коррозию стали. Да, и практически каждый второй микроорганизм, в общем, по ним есть стаки, в которых он оценивается как активный коррозионный агент. Микроорганизмы рода псевдомоз достаточно активные, интересные микроорганизмы, которые любят элементы в окисленной форме, то есть они восстанавливают трополинное железо, восстанавливают уран, нитраты. Ну и также по ним очень много работ по образованию биоплёнок, которые приводят коррозию стали. Есть работы по тому, что они могут растворять алюминосиликаты, проводить деструкцию цемента и других парьерных материалов. По динозавровому месторождению доминантами были микроорганизмы девосия, которые способны образовывать сероводород. Это достаточно такие классические организмы по восстановлению сульфата и восстановлению сероводорода. Также остальные организмы, которые обнаружены, тоже практически все могут образовывать сероводород, образовывать активные органические кислоты, которые могут негативно влиять как на глинистые материалы, так и в первую очередь на сталь контейнера с родительными отходами. В глине кач, как известно, высокое содержание железа, другие здесь наиболее разнообразные микробные сообщества. Тут на каждой диаграмме сверху отмечены от 10 до 20% микроорганизмы, которые сразу можно отметить как микроорганизмы человеческой микрофлоры. То есть это такое завлизение, которое мы даже рассматривать их не будем. То есть здесь рассматривают организмы, которые теоретически могут что-то сделать важное, и которые уж не совсем уже являются человеческими паразитами. Здесь также обнаружены организмы, которые способны образовывать сероводород, приводить к коррозию стали, нарушение цемента, то есть растворению глинистых минералов, восстановлению железа. И в Камалинском месторождении достаточно такое, тоже интересное сообщество, доминируют организмы, которые отеслители железа и отеслители водорода, то есть она, по идее, должна хорошо реагировать на стимулирование водородом. Также есть организмы, которые способны вызывать процессы, вызывающие коррозию стали. Однако тут обнаружены организмы, которые, наоборот, известны образованием магнетита и образованием такие формы железа, которые замедляют коррозию стали. Следующим этапом работы были анализы по образованию сероводорода. Здесь приведены данные образования сероводорода с одного грамма бентонита, пересчитан на один грамм, было проведено фульсирование четырех типов бентонитов, один месяц с водородом в качестве донора электронов. При этом в верхней части таблицы использовано микробное сообщество пластовой воды, то есть мы взяли глину и добавили еще пластовую воду, которая характерна для глубинной пластовой воды, которая, в общем, низко минерализованной, близко к той воде, которая будет находиться в контакте с пунктом глубинного захоронения в Нижниканском массиве. В верхней части, соответственно, данные по микробным сообществам пластовой воды, в которой было добавлено глине, в нижней части таблицы это непосредственно стимуляция самой микрофлоры глины. Действительно установлено, что микрофлора глины, которая активируется водородом, приводит на наибольшее количество сероводорода практически во всех случаях. Максимальный выход сероводорода был обнаружен как раз на пентанике десятых водородов. Вот, и именем, так, извините, десятых водородов здесь, а здесь, так, сейчас, это динозавр, динозавр, динозавр в месторождении, а сыплот в динозавр в месторождении микрофлоры глины с сероводорода образовывало меньше, чем у всех остальных, со всех остальных глин. Проведены, были проведены коррозионные тесты, присутствие только одного типа глины, десятых водородов. Эксперимент был поставлен при температуре 50 градусов Цельсия, то есть мы как-то пытались немного стимулировать, немного имитировать разогрев, который был характерен и для остальных контейнеров, то есть при повышенной температуре. И действительно, в металлих десятых водородов находится, существует сообщество термофильное, которое как бы готово работать при даже температуре 50 градусов. В работах была использована сталь СТ-3 и нержавеющая сталь хромат-малинденовая. Для стали СТ-3 достаточно серьезная коррозия обнаружена, вот образцы фотографии, и скорость коррозии при добавлении глины к стали, при добавлении глины, которая была простерилизована, соответственно, 1,3 микрометра в год была рассчитана. И при добавлении нестерилизованной глины достаточно быстро, достаточно сильно возрастает скорость коррозии. Для нержавеющей стали была отмечена питинговая коррозия. В таблице приведены количество питингов на 1 квадратный миллиметр. Здесь контроль стерильной глины также показывает меньшее количество питингов, чем практически в два раза, чем образец с глиной с активным икровным сообществом. И после патологических заключений было проведено исследование по изменению аустропционных параметров. Несколько было использовано в данной работе только в интонии десятого кутера. До и после микробного врастания для аберрицы, плутония практически никакого эффекта микробного врастания не проводят. Для цезия происходит уменьшение аустропционной емкости. Это связано с тем, что просто микробная перблевка, когда происходит изменение поверхности глины, и, в общем, цезий не попадает в межслои. А диастронция, на самом деле, та же самая картина, но не сильно отличная, но, тем не менее, они обнаружены. Наибольшее отличие наблюдается для нептуния. Видно, что на первом этапе с микробно преобразованной глиной емкость по нептунию достаточно высокая. Потом, после... Этот эксперимент проводился... То есть, это был химический эксперимент, он проводился в дистиллированной воде, и милина была предварительно подготовлена, то есть, выращивание микробов, и делается аустропционный эксперимент после этого. Видно, что сначала микробное обрастание приводит к резкому увеличению срок с инептунией, но потом глиопленка в дистиллированной воде дегратирует, и постепенно происходит снижение аустропционной емкости образца с глиопленкой. Ну, для урана, в общем, тоже... Для урана наблюдается ухудшение аустропционной емкости в образце, на которых для пленка была, несмотря на то, что для урана, в общем, тоже характерно связывание с различными органическими группами. И, тем не менее, как будто на первых этапах эксперимента было действительно увеличение аустропционной емкости за счет появления дополнительной органики на поверхности глини. Но, тем не менее, потом аустропционная емкость упала. Возможно, что это связано и с процессами микробного преобразования глины. Этот процесс достаточно сложный, и, в общем, мы только на начальном пути работают в этом направлении. И в качестве заключения стоит сказать, что то, что сейчас на данном этапе обнаружено, работа, как я сказал, проводится в первую очередь с прицелом изучения микробных процессов и оценки безопасности захоронения, ну, клубинного захоронения в Нижнеканском массиве. Микробное сообщество провышенных бетонитов высушенных при высоких температурах, безусловно, антропогенные. То есть это вот как микроблоры, которые, в принципе, почвенные и частично связанные с человеком, условно антропогенные организмы есть. Но, несмотря на это, установлено, что попадание организма в условия хранилища может проводить, может происходить и идентификация микробных процессов, образование сероводорода, что, в первую очередь, негативно влияет на целостность цистальных контейнеров. Ну, и также может происходить газовое деление и другие процессы, и методы бетонитовой линии, как и другие, могут являться источником, донором акцентров электронов, сульфата, железа и другие элементы. Безусловно, это вот как бы такое начало работы большого микробного эксперимента, который будет продолжен в подземной сервисовой лаборатории при НКМ. Безусловно, здесь цель этой работы просто сказать, что такие процессы возможны, что они ведутся, подумать все вместе, как этих процессов можно избегать. избежать, и, в общем, так скажем, это работы, которые просто первым характеризуют барьеры как источники микробных процессов. так что, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо. Я бы вначале это сказал, что мы проводили анаэродные эксперименты были проведены в анаэродных условиях и в качестве основного донора был только водородов. То есть это достаточно специфический вопрос, потому что это способ хлеба съесть на стали. Да, мы проводили эксперименты по коррозии стали. При 50 градусах они работают. То есть на самом деле у нас были и проводятся работы при высоких температурах. Вот. И давние, в общем, скоро времени мы эту статью будем публиковать про гипертермофилы. Мы при 90 градусах проводили эксперименты. Вот. То есть пока я просто их сейчас не озвучиваю. Но они есть. Понятно. И вопрос номер два. Собственно говоря, в микроорганизмах он очень многообразен. Вот сейчас вокруг нас их просто тысячи тут находятся. У меня вопрос. Откуда брали пробы? Каковы условия отбора глины? С которыми мы готовы работать? Это глины промышленные. То есть они пришли в заводах и то, что на них упало, уже то и вынесло. И это на самом деле специальная работа, которая приводит нас к мысли о том, что все равно глины будут на заводе готовиться. Они будут людьми в хранилище. Будут тоже люди работать. И микробный фон. От этого мы никуда не денемся. И пока вот сейчас я просто показал то, что практически достаточно спандартные микробы могут в панейровных условиях, в присутствии только одного водорода, могут работать и проводить коррозию стадии, проводить образование сероводорода. Ну и еще последний, маленький. А всемиренность численно коя? Какое было? Я прошу прощения, коя это не льет показатель, которые обсуждались в предыдущие дни. Мы не мерили кое на глинах, потому что действительно глины, вот если бы я эту породу сам собственноручно отобрал из природного капитания, безусловно, этот фактор был очень-то важен. Вот мы использовали тест по дыхательной активности. В общем, это естественно не то же самое, но это не некий такой параметр, по которому все наши образцы друг с другом можно сравнить. Неусловно, обсеменение у них было достаточно большое. Они прошли через руки, они прошли на месторождении, их отобрали, потом не попали на завод, на завод их обработали. Ну там те, наверное, обеслеживание там? Да, да, неусловно. Я как раз таки и сказал, что при выводе, тоже это прозвучало, при прокаливе 30-40 градусов, говорить о том, что там у нас будет какой-то организм, который был в месторождении, или им. Ну, в общем-то, я думаю, что это очень сомнительно. Да. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, а как вот вы думаете, если микробы прожили какую-то жизнь, да, то есть они были в какой-то одном микробыльной с обществом, правильно сказали, в породе, потом действительно забраво, оно изменилось. А вот там не изменится же, когда вы поместите потом эту породу, у вас появился какой-то анализ, что произойдет в микробыльной с обществом? И как это может повлиять на свойства варьера? Потому что, естественно, важно именно иметь себя. Ну, здесь, безусловно, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно провести вот монгарм-эксперимент. Лет, хотя бы, хотя бы один год. Да, и тогда мы действительно ответим этот вопрос уже с фактическими данными. Безусловно, при наличии какого-то доступа диагена, в том числе водорода, ну, безусловно, допустим, представим, что есть водород, который проходит из контейнера, безусловно, при постоянном доступе водорода, безусловно, жизнь будет постоянной. И смена сообществ, она будет происходить. У нас были эксперименты, в которых мы что-то порядка шести месяцев простили. Там действительно, значит, и отслеживание изменений сообщества, действительно, сначала орбинатропы развиваются, которые из глины потребляют все, что можно потребить, быстренько и вкусненько, да, потом начинают развиваться более летотрофные сообщества, которые, в общем, уже за счет вторичной органики существуют, которые первого наплодили. То есть там происходит смена. У нас, как бы, смена в пробирке, она всегда закончивается почти одним, одним тем, что в конце происходит резкое падение значений ярших притоков потенциала до минус 300, минус 400, то есть это сверхосстановительные условия. Как бы в этих условиях развиваются уже сверхорганизмы, которые уже живут только в этих условиях, то есть такие летотрофы суровые, которые, в общем, которых на самом деле сложно, скажем, культируют в лаборатории, сложно что-то с ними даже прогнозировать. Безусловно, здесь, чтобы это ответить, нужен нормальный, длительный эксперимент, и нужно производиться не на накопительных культурах, которые нам нужно проработать в лаборатории, а с цельным электронным сообществом подземных местопитаний, которые гораздо больше, чем те доминанты, которые я вам показал на графике. Спасибо. А просто задали комментарии, кстати, по поводу температуры. Кстати, вы спрашивали, действительно температура на границе между скважиной и металлитом она не превысит 50 градусов, поэтому хочется по всем экспериментам это справиться. Ну, если есть расчет, что на границе контейнера и глинистого барьера будет порядка 120 градусов, может быть, в течение, может быть, даже при высокой степени радиолиза это будет, может быть, даже 200-300 лет происходить. Но все равно, безусловно, мы обращаем внимание на кровофилу, потому что это первые организмы, которые будут пионеры, собственно, в этих больших процессах. Безусловно, не очень интересно. По вашему, смотрите, получается, что они все, как газа будет выделяться, да? То есть микробные сообщества там живут и что-то, значит, транируют. Вот на ваш взгляд, проанализируем вот эти глины, какой, вот как-то там обсуждаемо все время, там более, ну, не знаю, там, лучший, хуже, да, вот материал, который, на ваш взгляд, опять-таки, это ничего не компактировано, да? Про компактизацию, безусловно, это хороший выбор. Компактизация – это хорошо, как бы, с точки зрения уменьшения микробной активности, снижения, да? Но, тем не менее, как бы, мы, как бы, после компактизации процессы все равно будут встретить на поверхности. Как бы, граница сталь-глина, эта граница всегда будет, и компактизирует, и компактизирует, она все равно, именно в этом месте, это, как бы, процесс, вот здесь, там, акцептор электронный подстали и метулинный, это, как бы, вот, то место, где оптимальные, интересные условия для развития, вот. То есть, мы просто уменьшаем, резко, мы резко уменьшаем площадь развития микрофоров, вот как-то так. Вот, я не могу пока сказать по тому, как какая из глины лучше, какая из глины кожа, мы просто сейчас сделали такого скрининга, это просто первичные результаты, вот такого, вот, как бы, просто скрининга разных материалов. Вот, мы потом попробуем сделать, попробуем сделать некую такую методическую, может быть, обоснование биологической безопасности материалов. Главное, их надо больше взять. Безусловно, их будет намного больше. И качество, взятые упражнения в нашем концерте. Вот, ну, мы сделаем пока для себя, потом посмотрим, как это, будет ли это где-то иметь силу. Я предлагаю, если у вас еще остались вопросы, спросить их в перерыве. Спасибо. Закрыто, перерыв, вот, у нас часов, два часа включения. Спасибо.